Всем добрый день, с вами Айден, и прямо сейчас я хочу пойти в магазин Spar и собрать там себе обед за 100 рублей. Причем собрать такой обед, чтобы дома особо не готовить. Так что ставьте лайк под этим видео и пишите комментарии. И, кстати, если за неделю мы соберем 500 лайков, то вас ждет вот такая штучка, это космическая еда, да-да-да-да-да. Она вот так вот летает, как ракета, поэтому срочно ставьте лайк, но я пошел в Spar. Так, ребят, давай сейчас посмотрим, что можно приобрести. И, смотрите, есть паштет печеночный какой-то особый, 30 рублей, замечательно. И вот за один супер цена французский багет из Франции. Ну и возьмем наггетсы, не вижу цену на них на самом деле, но мне кажется, что если мы возьмем штучки 4-5... Конечно, можно было бы взять, ребят, нам еще овощей вот таких или какого-нибудь аладика, но я думаю, мы не уложимся в ту сумму, в которой нам необходима, и будет уже чуть-чуть дороже, поэтому возьмем каких-нибудь, ну, овощей или чего-то другое на гарнир. Уже просто из-за дела овощей, я думаю, так будет дешевле. Такой петрушки на гарнир, уж ладно, куда не шло, 21 рубль. И сейчас весь наш ужин самое главное, чтобы уложился до 100 рублей. Ребят, очень обидно, что вся покупка вышла в 113 рублей. Вот эти вот 13 несчастливых рублей попортили на вообще все, что только можно. Все из-за налогов. НДС мне добавили еще 7 рублей, если бы у меня была спаровская карта, у меня ее нет. Эти НДС я бы не платил, поэтому эти 13, вы мне простите, в следующую закупку я постараюсь обязательно прямо уложиться. Поэтому сейчас тренировочка, потом едем с вами домой. Итак, добро пожаловать в мой французский ресторанчик Альфа-Роше. Напомню, что мы приобрели. Это замечательный французский багет, 5 наггетсов с кетчупом бесплатным в комплекте. Паштет, надеюсь, он не собачий, но написано, что он печеночный особый. Внутри консервы мясные, паштетные, стерилизованные, то есть как бы не забеременеем, наверное. Или не знаю, зачем их стерилизуют. Окей. И наш гарнир это петрушка. Честно признаюсь, не владею точной информацией, нужно ли мыть петрушку, купленную в магазине. Может быть она поставляется чистой. Напишите в комментариях, кстати говоря, моете ли вы свою петрушку или нет. Сейчас основное блюдо, как вы поняли, пойдет. Я уверен, что это не так сложно для приготовления. Хотя некие проблемы с тем, чтобы открыть этот блистер, который был также куплен в магазине Спар, имеются. Вот. Тут сразу прям кетчупом вот так вот пахнет. Видите, вот все очень так красиво, аппетитно. Мы вот так вот просто это вываливаем вот сюда. И как вы поняли, дело остается за малым. Мы сюда немножечко гарнирчика вот так вот припахаем. Ну и, собственно, ребят, давайте подогреем все это, чтобы как раз-таки наш продукт выглядел дорого, сердито. Конечно, петрушку обычно не подогревают. Окей, пока наши продукты там полежат в микроволновке, настоятся хорошенечко, мы давайте разберемся с вами с вторым блюдом. Или, может, оно будет первым, я не знаю. Это вот нам куда-то можно деть такой замечательный багетик. Я думаю, что это даже не на один раз. То есть у нас точно еда явно за 100 рублей, потому что в следующий раз он такой ломкий. Он шикарный, ребят, реально очень вкусный, свежий, прям реально очень свеженький, хорошенький за такую цену. Хотя я не знаю, сколько хлеб обычно здесь стоит, наверное, столько же. Но это, извините, из Франции привезли. И что я как бы хочу сделать? Вот у нас есть паштет, и я хочу сделать такой, знаете, горячий бутерброд. А именно вытащить весь мякиш вот из этого хлеба, благо он, ну, у меня руки чистые, я же кулинар. Вот так вот. Можно даже немножко его поесть. Господа, пожалуйста, посмотрите вот в эту дырочку. Да, конечно, с этого ракурса не очень аппетитно выглядит, согласен. В общем, паштет нам тоже на два раза, если не на три хватит. Оставим на будущее. Вот, смотрите, замечательно. Прям с наполнителем, очень сочный. Конечно, как-нибудь бы заклеить дырку эту, ну, да, не будем, собственно, париться. Можно, кстати, сюда еще немножко оставшуюся как раз. Хотя у нас так много петрушки, не будем. Вот, вот оно блюдо, блюдо чемпиона. Меняем, значит, ставим это примерно на минуту в микроволновочку. И забираем наше первое блюдо, оно уже горяченькое. Запах реально вкусный. Вот какой-то кетчуп особый, плюс петрушка. Выглядит, может быть, ну, нет, ну, выглядит тоже неплохо, я не знаю. Вот если бы мне это подали в ресторане, я бы, конечно, усомнился в том, ресторан это или нет. Но, по крайней мере, рублей 150 это точно бы отдал. А у нас все вышло в 100. Ой, Люда, еду, конечно, Люда приготовилась. Ну, как вам сказать? Конечно, выглядит это... Не совсем аппетитно. Есть у меня ощущение, что паштет не греют, что это исключительно холодная штука. И надо было просто ее засунуть в багет и жрать так. Но то, что я это погрел, наверное, это не совсем правильно. Ну, как-то все. Давайте попробуем. Конечно, если внутрь засунуть сыр, было бы поприятнее. А так мясной, мясной багет. Ну, некрасиво выглядит вот это вот выпавшее, но горяченький паштет. И здоровье в порядке. Кстати, по поводу напитка. Почему вы не потратились на напиток? Потому что я хожу в спортзал, и я сегодня как раз заходил в спортзал, и там у нас бесплатно можно воду наливать. Здесь уже приятно, что уже все присыпано паприкой. Очень вкусная петрушка, реально, как салат. Конечно, можно еще добавить чего-нибудь сюда, но как такое весеннее обострение салатовское, я люблю петрушку, то есть реально... Альфро-Роше, ресторан, очень хорошо, вкусно. Реально, это полезно. Здесь в петрушке очень много витаминов, кстати. Как веган просто сижу, ем петрушку. Сочная, даже пить не надо, реально. Можете сэкономить на напитке. Петрушка выделяет очень много петрушечного сока. И попробуем наши мясные наггетсы, куриные. Ммм, очень вкусно. Очень классный соус, особенно когда он подогрет на микроволновке, он пропитывает наггетсы с собой. И получается вы наггетсы с такой кислинкой. Абсолютно люблю кислинку, но, конечно, она не в прошлом видео, кстати, посмотрите ее из рекомендаций, а в этом она вышла. Это прям белое такое, куриное чисто белое мясо, очень мягкое. Я вам честно скажу, я наелся. То есть это все вышло в 100 рублей, и я действительно этому наелся. В общем-то на этом все. Если вы хотите, чтобы я собрал такой же обед за 50 рублей, то пишите в комментариях об этом и ставьте большое палец вверх. Подписка на канал тоже очень сильно мне поможет. Пожалуйста, подписывайтесь и, ну, проявите хоть какую-нибудь активность. Ну, ребят, лайк поставить, комментарий написать. Это вообще, ну, просто пяти минут дело. Я тут для вас открыл свое заведение. Ресторан, да, Альфра-Роше, Техпранбэн. Ну, давайте в репостов поднайпиньте, в инстаграм подпишитесь. Я хочу максимальной активности слабом это сделать. Только вы как-то сможете изменить статистику, и только вы можете стать теми людьми, которые поспособствуют более частому выходу роликов. С вами был Итан, всем пока! Вкусненько, конечно, но я пойду, пожалуй. Ля-ля-ля, Альфра-Роше. Ля-ля-ля, Альфра-Роше.